В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Помогали террористам. Сотрудники ФСБ провели успешную операцию по задержанию членов одной из запрещенных организаций сразу в нескольких городах России. Надо одеть что-то, надо поесть. Пришел, увидел, украл. Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж вора. Более 8 миллиардов рублей государственного долга. Дагестан в числе крупных должников наряду с другими регионами СКФО. Все ради ЖКХ. Сколько миллионов рублей собирается выделить правительство России и Дагестану на эти цели? Расскажем в выпуске. Опять и снова маски. Республика вошла в число субъектов, которым рекомендован масочный режим. Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Красноярске и Новосибирске членов ячейки организации Катиба Таухид Вальджихад. Запрещена в России. Известно, что они призывали к противоправной деятельности, а также проводили сбор денежных средств террористам в Сирии. В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела. Пришел, увидел, угнал. Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж уроженца республики. Им оказался ранее разыскиваемый 35-летний житель Магаранкенского района. Следствием установлена его причастность к двум кражам телефонов, к семи эпизодам кражи велосипедов и незаконном завладении автомобилем. Велосипеды мужчина похищал из подъездов домов, гаражей, а также на улице. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ. Расследование продолжается. Ну, по городу бывало так, выпивал, проходил вот так, стоял велосипед. Ну, в смысле, не бывало там замысла какого-то. Сел да поехал. Что за вами есть кража телефона? Это что за телефон? А это телефон, он был, оказывается, в барсетке. Что за барсетка? Телефон не нужен был, там висела барсетка. Ну, куда я зашел, умылся, там надо было умыться, потому что весь грязи был. Вот, умывался, а там барсетка висела. Ну, не знаю, да, без попутал, взял эту барсетку. Даже не посмотрел, а когда уже ушел, открыл, смотрю, там айфон лежит. Я его даже и не включал, в смысле, я понимаю, что мне он не нужен. Думаю, поднести обратно, и так получается, что я не успеваю меня обнаруживать в сотруднике полиции. Ну, а с краденым, то, что вы до этого крали, с этими вещами вы что делали вообще? Ну, так, продавал. А с деньгами что делали? Ну, на еду тратил. Что-то надо одеть, что-то надо поесть. Потому что, ну, когда человек не работает, уже там хочется все равно. К другим темам. В Дагестане наблюдается рост ДТП с летальным исходом. Об этом говорили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Обсуждали проблемы текущего года, а также меры по снижению смертности на дорогах. С докладом о ситуации выступил в Рио начальника управления госавтоинспекции МВД по республике Мурад Османов. По его словам, процент тяжелых аварий с большим количеством жертв остается крайне высоким. Так, за первое полугодие 2022 года в Дагестане зарегистрировано 655 ДТП. Погибли 109 и травмировано 910 человек. Но уже в июле количество ДТП и погибших в них людей увеличилось на 8,22% соответственно. Если за прошлый год 162 ДТП, из которых пострадали 193 несовершеннолетних, из которых 13 погибли, то только за отчетный период в статах таких автоаварий пострадало 114 несовершеннолетних, из которых 12 погибло. При этом, по результатам заседания комиссии от 24 ноября 2021 года, его протокол принесет ряд эффективных, на наш взгляд, мероприятий, позволяющих стабилизировать обстановку в указанной сфере. Так, Министерству образования и науки поручалось направить в правительство предложение о создании в республике детско-юношеской автомобильной школы перед подготовкой педагогов на базе Дагестанского института развития образования, а также рассмотреть вопрос оснащения школьников световозвращающими элементами. С 2015 по 2020 год в Бештинском участке ни один объект здравоохранения, образования и культуры не вошел в республиканскую инвестиционную программу. Об этом и многом другом говорили на совещании правительства региона. Кабмин рекомендовал местной администрации обратить внимание на необходимость качественной подготовки заявок и документации на включение в те или иные программы. Когда отправляете заявку, письмо, к письму проложено должно быть обоснование. Если это строительство, техническое задание, отвод земли. И то, что вы сказали, я дал водоснабжение, она была в бюджете и были предусмотрены средства. Мы их сняли, потому что вы не смогли исходно разрешительный документ и представить. По линии образования одной из проблем является нехватка дошкольного образовательного учреждения в селе Бештам, где в очереди стоят 56 детей. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос возведения нового модульного детского сада на 60 мест. Также в нескольких населенных пунктах остро стоит вопрос водоснабжения. Не хватает и спортивных площадок. По итогам совещания была сформирована межведомственная рабочая группа, которая вплотную займется решением вопросов Бештинского участка. Провести релизм всех земель, за время ждать туда человека, подготовьте мне справку об эффективном использовании земель в сельхозназначении на препутаемых землях, их УСПК. В 12 школах Дагестана ремонтные работы идут низкими темпами и готовность таких объектов сегодня ниже 75%. Об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Это, по его словам, создает угрозу срыва начала учебного года в данных образовательных учреждениях. Указанные школы расположены в Акушинском, Ахтынском, Левашинском, Цумадинском, Шамильском районах и в городе Махачкала. Дагестан задолжал государству более 8 миллиардов рублей. Такие данные приводит в РИА-рейтинг. При этом самый высокий долг среди регионов СКФО у Ставропольского края – больше 30 миллиардов. На второй позиции по объему госдолга находится Северная Осетия, долг которой превышает 9 миллиардов. Третью строчку в списке занимает наша республика, госдолг которой увеличился на 2% и составил более 8 миллиардов. Сотни миллионов на ЖКХ. Более 730 миллионов рублей выделит правительство России Дагестану на улучшение коммунальной инфраструктуры. Субсидии на реализацию программы по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства также получат Ингушетия и Северная Осетия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Продолжаем выпуск. В рамках комплексного благоустройства городских территорий в Махачкале продолжается строительство сквера в одном из районов редукторного поселка. Здесь уже завершены работы по капитальному ремонту улицы Уродинского. Сейчас готовится основание для укладки асфальтобетонного покрытия на дороге, прилегающей к будущему скверу. В текущем году здесь появится два общественных пространства, асфальтированные подъездные пути, а также приведенные в нормативное состояние улица. Общая площадь благоустроенной территории 4 450 квадратных метров. На данном этапе проводится работа по укладке тротуарной плитки. Также установлен бордюрный камень. Проводится подготовительная работа по укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Также проведена планировка территории под устройство сквера. В дальнейшем после окончания работы будут установлены малоакструктурные формы. Это скамейки, уличное освещение, урны. Также будет установлена детская площадка. Работу планируем доверчить до конца сентября текущего года. В Дагестан и еще несколько регионов России вернули рекомендательный масочный режим. Маски снова также советуют носить в общественных местах. В Татарстане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях. Согласно данным официальной статистики, за минувшие сутки в России выявили свыше 33 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Количество больных растет почти во всех субъектах страны. И о спорте. Борец Джабраил Гаджиев выиграл золото молодежного первенства мира в Софии. В столице Болгарии дагестанский легионер сборной Азербайджана был вне конкуренции в категории до 74 килограмм. Уроженец Ахтынского района 4 из 5 проведенных схваток, в том числе финальную, завершил досрочно. В схватке за золото при счете 4-0 Гаджиев тушировал борца из Японии. Золото первенства мира среди спортсменов до 21 года покорилось дагестанцу со второй попытки. В прошлом году в Уфе Гаджиев также был в финале, но тогда уступил вольнику из Ирана. Промоутер Камил Гаджиев потренировался с махачкалинским «Динамо». Известный в мире единоборств менеджер провел полноценное занятие в общей группе. Тренировка включала беговые упражнения и работу с мячом. В беседе с футболистами Гаджиев отметил значимость возрождения «Динамо», назвав команду дагестанским брендом и клубом своего детства. Также руководитель лиги анонсировал возможный матч своей любительской команды «Файт Найтс», возглавляемой Александром Мостовым с махачкалинским «Динамо». Я желаю «Динамо» и «Хачкала» загреметь на всю страну. Что нужно? Ну, несколько лет, наверное, в ФНЛ поиграть. Как я думаю, такая задача должна быть. Да, она ошибается. Я понял, что вы уже в этом году собираетесь ходить. Но пока на пятом месте. Мы пятницу не смотрим. Не смотрим. Там потом посмотрим. Мы согласны. Мы болельщики. Мы согласны о том, что вы через 2-3 года выйдете в премьер-лигу. А там уже дальше что? Дальше уже аппетит появляется во время еды. Поэтому здорово, что вы сейчас в ФНЛ. Но, в принципе, один шажок остался до самого большого футбола. Хотел бы пожелать вам, каждому из вас, еще личного роста. Потому что иногда так бывает, что, например, когда команда поднимается на следующий уровень, то ребята-футболисты иногда, каждый в отдельности, за клубом не успевают. Я вам желаю, чтобы вы сейчас со второй перешли в ФНЛ. И в ФНЛ, в принципе, в лидерах идете. Я вам желаю, чтобы вы также из ФНЛ перешли в премьер-лигу, вместе с клубом выросли. Чтобы каждый из вас еще стал такой настоящей персональной звездой большого футбола. Вход на матч «Динамо» с Кахабаровск будет бесплатным. Эта игра шестого тура первой лиги пройдет в ближайшее воскресенье. 21 августа на Каспийском стадионе «Анжи-Арена». Начало в 19.00. На официальном сайте «Динамо» объявлено, что вход на очередной домашний матч команды будет свободным. Также сообщается, что в перерыве игры зрителей ждет уникальное событие. Канатоходец Камиль Мамаев пройдет над «Анжи-Ареной» между двумя противоположными трибунами. Свой проход выходит из аула «Цовкра-1» Кулинского района, посвятит болельщикам «Динамо». Напомним, после пяти туров первой лиги клуб из Махачкалы идет на шестом месте в турнирной таблице. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующей встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok